друзья всем привет добро пожаловать на наш канал меня зовут мария и сегодня у нас опять влог ни о чем как мне нравится этот район смотрите как дома построили такое ощущение что они вот прям близко-близко но на самом деле они друг от друга очень далеко на улице друзья весна что-то у нас зима в этом году какая-то странная то идет снег то не идет такое бывает очень редко в этом году прям действительно снег идет холодно потом бац и опять не холодно опять весна в общем в этом году зима мне корнея очень прям нравится здорово опять я прохожу мимо как это сказать арт-искусство да картин картины галереи в общем здесь руками сами рисуют картины так классно мне очень нравится когда я люди могут делать что-то своими руками особенно рисовать смотрите какая интересная картина прелесть у меня брат двоюродный очень хорошо рисует а ну вот и миланин папа вместе со своим братом тоже в рисуют хорошо а я вообще не умею блин друзья я опять на нашем любимом и ты вони иду заниматься в клуб наконец-то открыли спортзал и вот и со вчерашнего дня я уже хожу смотрите здесь огромный отель находится и вот смотрите какая светящаяся реклама с бития сам вашим любимым блин вот бы моего женю белоусова так показывали а красиво дай мне вообще прям очень нравится кстати смотрите у нас еще по корее есть сеть магазинов оливьонг там продают разную всякую косметику и доктор джар там есть и агена и что в общем там клио в общем что там только нету здесь на улице продается товар со скидкой вот смотрите что такое а это для тела это всякие крема лосьоны боже мой столько всякой косметики что я как могу сказать знаток корейской косметики вот смотрите это что крем для рук 18 тысяч стоит сколько он стоит у вас скажите мне вот я скажу что все конечно не перепробовать вот эта серия мне между прочим очень понравилось она не пахнет вообще вот она такая более для молодой кожи это вот мист видите для лица увлажнение ой короче косметику я знаю очень и очень хорошо так это у нас что тоже крем да и так понимаю для тела это мицеллярная вода так вот биодерма тоже между прочим хорошая косметика тоже для молодой кожи проект подойдет но все надо посмотреть если есть от морщин то она подойдет для возрастной ой внутрь я заходить не буду потому что там реально капец ну что пришла заниматься живот это не я это коронавирус ляхи это еще у меня утягивает это белье вот без утягивающего белья я с винилем понятно что на видео вроде как бы хорошая фигура вы говорите красиво и все но нифига бы не красиво и говорю вон вот жир висит пошла заниматься так ну что дорогие включаем нашу прекрасную машину пишем мой вес сколько там все кстати поехали подъем побольше делаем и пик 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 по хожу на беговой дорожке где-то полчасика и потом пойду на тренажеры качать ноги все друзья пошла бежать короче вот так вот я бегаю если честно никогда в жизни не думала что я буду заниматься спортом я всю жизнь была худая где всегда весила наверное килограмм 43-45 а тут уже блин извините 55 я конечно мечтала поправиться но блин не настолько поэтому пять килограмм точно мне надо скинуть как это сделать я не знаю я не потерю вот короче походу нужно наверно жрать меньше я не знаю так ну все 40 минут позанималась и блин из всего того что можно было попотеть попотел ведь только лоб блин ребят скажите может ничего не так делаем ну все я отзанималась опять блин вечер поеду домой заниматься делами монтировать друзья до завтра завтра будет продолжение влога блин и после тренировки так захотелось мороженого купила короче мороженого и вот смотрите какие красивые тортики блин они стоят точно так же как и обыкновенные торты только такие гораздо красивее и вкуснее корейские торты кроме тирамису и чизи кейка мне вообще не нравится красивые такие пошла домой блин мороженое жрать вот смотрите битесики битесики задолбали повсюду они посмотрите какое интересное то ли кафе то ли что это такое открыли и вот просто оно вот такое помещение с красивыми картинками и ничего не происходит все домой к курочку так блин я голодная мне хочется кушать все 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 теперь друзья точно до завтра завтра будет продолжение влога друзья всем привет доброе утро и у меня действительно утро доброе смотрите какие печенежки конечно же жиру я их сама в своей комнате детям не даю обломятся шучу шучу конечно поделюсь посмотрите какая коробка с печенечками здесь тоже всякие разные печенечки ой вкуснятина кофеечек я себе уже сделала где мой кубасик кубасенька моя вот она проснутая уже как Леша говорит мама я уже проснутый кубический мой господи сладость моя так ну ладно вы не любите про собак про наших братьев меньших давайте про еду так посмотрим что здесь смотрите здесь вот такие трубочки вафельные трубочки с шоколадом ой вкуснятина кстати такие баночки классные можно под соль под сахар да вообще супер я как истинный плюшкин фиг выкину не ну они реально классные посмотрите какие баночки легенькие а тебе фиг так ну все я разобрала здесь вот эти шоколадные палочки здесь написано капучино здесь написано шоколадные здесь ванила и крем с печеньками короче шоколадные наверное нужно отдать Милане лёшке можно отдать капучино а вот ванила и вот это мне ну ладно я у него стырю одну попробую вот вот нельзя нет вкусные тихо тихо вкусные блин ну прям вкусные ну как блять вкусные 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 рекомендую очень вкусно ну нельзя собакам печеньки нельзя 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 моя собака тебе печеньки блин нельзя ты и так сырое мясо ешь лучше чем мы все взятые не жрешь еще и печеньки тебе смотрите 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 самые вкусные печеньки вкус у них у всех немножечко различается но короче это не криминально вот они про вниз он прям не короче вкус у них различается немножко но прям не сильно я рекомендую я даже не знаю что схватить вот такие вот печенечки а сейчас наверное 5 половина подписчиков скажет что вот на кровати вообще пофигу я уже взрослая тетя маша хочу на кровати ем хочу носорю хочу не носорю все уже ребята проще относитесь к жизни ну насорила но убрала постирала ну что я не знаю жалко там света на эту машинку или там стирального порошка или там еще что-то вот кубичку жалко ему никто печеньку не дает не дает тебе никто печеньку никто не дает как дурак ходи без печеньки ну все приятного мне кофе пить и посмотрите кружечка кружечку я выиграла на новый год но вы других лотов и отжала себе полотенце все прекрасного утра с кофе очка продолжаю есть печенечки открыла с ванилой вообще пища богов ну и нафиг эту диету короче пока все не съем на диету не сяду так я проснулась пошла убираться дома тихая кубик вылезти хочет и так как у макса вот такая сильная аллергия я решила убрать ковер вот как и посоветовал доктор вот смотрите что у него делается вон видите вот да собака ну что это такое вот это в общем вот такую собаку мы купили в обыкновенном да что такое сейчас вытащу его он выйти хочет вот такую собаку мы купили просто в обыкновенном собачьем магазине конечно же в этих магазинах никто не смотрит на качество родителей но он видите что делается то он вот все вот так расчесывает не вот то есть людям пофигу они продают щенков и насрать им на все а конечно же люди которые видят этих щеночков нам они нравятся и мы хотим их купить вот и через буквально год или два начинается вот такая вот фигня конечно есть люди которым везет покажись он видите что делается вся собака в аллергии а есть вот такие люди которым не везет изначально бультерьеры они белые они так склонны к аллергии ну а когда сильно аллергенных маму и папу сводят получаются видите вот такие дети конечно очень жаль три года мы уже боремся с этим у меня и стресс был и я его и отдать хотела и выкинуть и что только не хотела но жалко собаку он детей очень любит до макса и вот в общем сейчас я хочу убрать ковер пропылесосить все убрать короче аллергены еще люди вы говорили что у нас здесь эти розетки но их никуда не убрать макс уже с ними четыре года живет и в принципе все нормально я просто не знаю куда убрать можно эти розетки макс спит только здесь потому что как вы видите в квартире больше нигде места нет для собаки так что прошу сильно строго не судить я тоже очень много всего перри прошла и в общем я пробовала и варила и меняла корм и вот сейчас мы едим туралку и кушаем начала ты же тоже задолбался болеть а сдать на аллергены кровь очень дорого стоит 350 долларов и это только 60 аллергенов он видите так вот берешь он у него вся шерсть лезет он у меня ногти от уборки как будто я картошку копаю он и уши у него одно ухо болит а тит вот это вот такая вот реакция на какие-то аллергены непонятные макс макс может быть у тебя аллергия на хозяев собака хороший вот а этот коврик это подогревающийся корни коврик потому что он мерзнет я вот так его сейчас делаю чтобы ему было теплее ну и ничего страшного розетки они стоят вон их не он ничего не грызет он вообще дома ничего не грызет а что очень умная хорошая собака только вылечить тебя надо да и и конечно многие видят мое отношение кубику но если честно да кубасю я люблю больше чем макса но макса я уважаю потому что он очень любит детей это реально детская нянька вот прям собака нянька никогда бы не подумала что бультерьер может быть до такой степени добрый ну друзья почитайте про эту породу она абсолютно не опасно для для людей это вот если конечно злить собаку мне кажется и вот такая вот мими будет злая да мама тебя полечит собака лучше собака такая дала максу очередную вкусняшку слюни капец ладно мать убирается после меня посмотрите какая вкуснятина у меня высушилась это трахея порезанная но надо аккуратно давать собакам потому что чтобы вот эти вот круглые штуки не застряли в глотке то есть у меня собаки хорошо пережевывают и я не боюсь но в следующий раз я так резать не буду только нужно резать вот так вот вот видите только вдоль вон видите кубася тоже есть боится что мама стащит аккуратно давайте такие круглые штуки кушай кушай вкусно тебе какие круглые то опасно короче я все-таки сейчас порежу чтобы не дай бог не подавилась собака то на глотке же застрять может и капец вот друзья только что вам сказала что нельзя вот такие вот смотрите вот такие круглые вот вот такие круглые ни в коем случае не давайте собакам потому что она пытается ее разжевать вот и в общем чуть макс только что не подавился поэтому я вот сейчас все поразрезаю вот такими мелкими кусочками и буду давать не давайте это очень опасно и так я еле-еле все порезала чуть руки себе не отрезала смотрите вот такие вот кусочки собакам давать можно либо это вот с предварительного засушки вот такие длинненькие кругляшками не давайте ни в коем случае вот так кубик уже понатырил ну вот собака прекрасно вот такую вкусняшку съест то есть чем больше собака тем наверно крупнее вот эта штука должна быть вот она вот такая максу ее очень хорошо он ее очень хорошо может проживать вот а мелкие это вот уже грызть будет кубик я сделала кефир настоящий кефир из молочного гриба сюда я положила сахар сюда не ложила сахар так давайте пробуйте кому как теперь нравится здесь сахар есть здесь нет да карточка кажется думаю что тойота будет хорошо для диеты а и ронго можно делать к севинку куда я знаю опять стырил кубикину косточку макс вот этот вкусней будете пить настоящий кефирчик мамочка делает а ты вот пил слушайте ну правда вкусно давай выпивай быстро блин стоишь тут рассказываешь и яма я чуть-чуть сделала глоточек каждому по глоточку вкусно это полезно это настоящий грибочек о молодец говорю закрывайте эту штуку и через сколько лет и выпишет вкусно хочу кушать как я его вот это сосочки как я лично пью вот видите столько у меня гриба вот почему это гриб ползоша да это молочный гриб вот столичка наливаю а теплой водичку не надо теплое молочко не все и вот через дня два дня два три будет еще одна кружечка такого вот кефира натурального что хочешь больше ага пролила побольше сделать понравился будешь пить откуда я знаю возьми почитай в интернете надо смотрите читать поставлю сейчас у меня там место на кухне есть как это делать ну вот видишь я сейчас молоко и налила ну а как ты сделал эту штучку все через три четыре как ты сделал этот гриб подружки попросила а это значит не ты сделал кефир потом его вот вот сюда вот так можешь вот в такое ситечко потом вот так ставишь вот так вот грибочек наливаешь грибочек остается здесь а кефирчик весь в кружечку вот так вот ясно поняла будешь пить будешь посмотри на меня будешь если дашь точно а сама не буду пить поить тебя что и хороооооу а ты что нет вот так вот так вот как ясно Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока, до новых встреч Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии